Вот буквально коротко, я после этого хотел перейти уже к состоянию сейчас фронтов в Украине, традиционно с вами давить, но все же, если все-таки Израиль отбажется на серьезный удар, и если продолжится эскалация между двумя странами, может так получиться, что Иран просто не сможет поставлять то оружие, которое поставляет Россия? Сначала это будут пилотники, появились технологии, сейчас будет пилотники производиться на территории России. То есть РФ, также и ФАТАХ, и Зольфугар, вот эти вот ракеты баллистические, которые так хочется получить в России, будет ли это значит определенная ценой, разумеется, эскалация с вашей стороной, послабление сотрудничества между Россией и Ираном, учитывая, что Ирану тогда понадобится все оружие для своей войны с Израильом? Тут вопрос в итоге, что мы знаем, что Иран поставил уже Россия, это массу беспилотников Шахид-136-131, плюс поставляют, видимо, узловые комплектующие для них. До баллистических ракет вроде как дело не дошло, хотя оно на грани. Однако тут можно сказать следующее, часть беспилотников иранцы в свое время наверняка поставили из собственных запасов, а в остальном они продолжают работать на эти поставки. То же самое может касаться и баллистических ракет. Если их захотят поставить много, нужно будет залезть в собственные запасы или делать очень много здесь и сейчас на ежемесячной основе. Когда тебе грозит война, и когда это твой один из единственных козырей против основного противника, возможные против Соединенных Штатов, то несмотря на плату существенную и разного рода преференции, ты дважды и трижды подумаешь, стоит ли тебе сейчас опустошать хотя бы частично собственные запасы, либо включать производство именно на экспорт. То есть это безусловно, как это не можно для израильтян прискорбно может прозвучать, то, что идет война и Иран к войне готовится, может заставить Иран чего-то поставлять России меньше. То есть для того, чтобы накопить для удара по Израилю или по Соединенным Штатам. Ну и наконец, если будет большая война, то очевидно, что предприятия иранского ВПК окажутся приоритетными целями для кого бы то ни было, для Израиля, для американцев и, соответственно, их возможности производить. Хотя там кое-где есть возможности подземные, до которых добраться непросто. Эти возможности пострадают. Впрочем, если начнется большая война, то Ирану, я вас уверяю, против, что, где сделать Ирану больно, более чем хватает. И после этого ему будет не до поставок, особенно, скажем так, разного рода вооружений. — Давид, вот продолжаем сейчас прогнозировать, анализировать прогнозы экспертов Казахстана и зарубежных о том, что оккупационная армия готовит большое наступление в начале лета. Если к тому времени в США не разбортируют военную помощь для Украины, правительская операция станет серьезной проблемой для ВСУ. Об этом утверждает изучение войны. Оккупанты сейчас несут определенные потери. Опять-таки, вот вы хотели бы слышать у вас, насколько существенно вот такое рода действия. Есть информация о том, что сегодня буквально в Брянской области россияне потеряли РЛС НЕБО-У. Это такая вот установка радиолокационная, которая контролирует НЕБО на 700 километров в Украине. Семейство российских радиационных станций метрового диапазона ВОУ. Вот из Википедии, насколько это существенно, или речь идет о масштабировании? Потому что, разумеется, и территория огромная, и возможности большие, и вопрос, сколько таких еще может быть на вооружении врага. Пожалуйста. Такого рода радиолокационные станции представляют особую ценность. Собственно, метровый диапазон позволяет видеть далеко. Ну и, кстати говоря, благодаря такого рода радиолокационным станциям легче обнаруживать самолеты, стелл-самолеты. То есть, например, F-35 и F-22. Однако это не значит, что такого рода РЛС дают, являются, скажем так, панацеей и таким каким-то решающим, и все побеждающим средством против самолетов пятого поколения. Отнюдь, однако это один из инструментов, которые позволяют хотя бы их видеть иногда. Но, правда, в случае с Украиной это менее актуально. Украина не использует против России самолеты пятого поколения. Тут дело в общем. Это, конечно, все ценно, однако обмен ударами Россия теряет немало. Средств радиолокационного обнаружения, средств радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетных комплексов для украинцев это приоритетные цели и неоднократно такого рода болезненные удары наносились. Однако считать, что несмотря на болезненность этих ударов, что какой-то конкретный случай что-то меняет кардинально, нет. Это было бы неправильно. Потихоньку меняет, когда потери носят системный характер на регулярной основе. И были такие периоды в эту войну, когда потери и большие, и на регулярной основе в самом деле приводили к серьезным проблемам для российских средств ПВО. И вообще, как мы это видим, в результате массового применения беспилотников и других средств ПВО играет огромное значение для обеих сторон и для России тоже. Поэтому выведение из строя дорогостоящих систем, путь-то обнаружения, контроля или даже те, которые непосредственно огневое поражение осуществляют, это важно, это открывает дополнительные возможности для, что называется, даже мини-бреш приглашает тебя к тому, чтобы ты ее воспользовался. Казательно же, если общего, тут нельзя не сказать о наступлении и тех планов на лето, то само по себе наступление идет уже здесь и сейчас, уже несколько месяцев осуществляется серьезный нажим. И чтобы изменить что-то здесь в гораздо более масштабную сторону, подчеркиваю, гораздо более масштабную сторону, не действует примерно в том же духе и довольно долго, России нужны дополнительные силы. То есть новая группировка и значительные резервы. Как это видится на первый взгляд? Тем более, если речь идет об открытии какого-то дополнительного участка фронта, как, например, под Харьковом, то накопление такой группировки не пройдет незамеченным и вопрос, откуда ее взять. Мне кажется, без мобилизации этого быть не может. Однако потихоньку резервы им удается накапливать. Мы это видим, что несмотря на тяжелые потери у них остаются люди для ведения активных наступательных действий на ряде участков. И если поток контрактников сохранится примерно на том уровне, какой он был в 2023 году и, возможно, в начале 2024, нет причин не считать, что можно будет это назвать летним наступлением, весенним, что после каких-то пауз или без таковых будут продолжаться очень неприятные, очень серьезные активные действия, неприятные для Украины. В духе того, что мы видим, и прямо как сейчас наступают на Чазавьяр, западные Авдеевки, и на фоне того, что если Конгресс все еще не раздуплится и не выделит Украине помощь, перспективы даже вот в таком духе будут неблагоприятные. Надо смотреть правде в глаза, потому что это меньше средств, меньше возможностей, менее эффективное противодействие. И наоборот, противник, которому менее эффективно противодействует, сам повышает эффективность своих действий. Вот такая вот банальщина. Но все-таки, может быть, в апреле, начале мая какие-то подвижки мы слышим о том, что происходит в Конгрессе. Предлагаются разные комбинации, подходы, как, четыре пакета, все вместе. Но, наконец-то, дело сдвинется с мертвой точки, и Украина получит запас прочности. Субтитры создавал DimaTorzok